Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вот и пришел тот долгожданный момент, о котором мы с вами говорили уже практически неделю. К нам, слава Богу, удалось нам заманить в эфир Бориса Гуревича, блестящего врача. Я прошу прощения у вас, Борис, что, естественно, я знаю, как вы заняты, поэтому сегодня воскресенье мы вас отвлекаем от отдыха, от того, чтобы вы расслабились, но не даем мы вам расслабиться, потому что дело важное. Сегодня мы говорим о коронавирусе. Здравствуйте, Борис! Добрый день! И, в общем-то, отдых – это понятие относительно. Я сегодня дежурю по нашему офису, по нашей группе, поэтому если мне будут во время передачи звонить, и вы будете слышать звонки, не обращать на это внимания. Это звонят наши друзья и наши пациенты. Доктор, а вы будете обращать внимание на эти звонки, я надеюсь? Вал, это я буду их читать, месседжи на моем телефоне. Сейчас, кстати, я его подхвачу отсюда. Давайте. Тогда я смогу решать, на какой звонок отвечать, на какой звонок. Вот это здорово. Окей. All right. Все. Как я уже сказал, доктор, сегодняшняя передача целиком посвящена только коронавирусу, и начинаем мы с первого вопроса. Нам прислали более ста вопросов наши читатели. Мы выбрали из них 20 наиболее интересных и необходимых в некоторых вопросах. По два, по три вопроса. Но мы будем разбираться по ходу дела. Итак, вопрос первый. Как с марта изменился подход врачей к COVID-19? Справедливо ли утверждение, которое сейчас повсюду муссируется как одними политическими силами, так и другими, и просто людьми, врачами, что умерло бы в четыре раза меньше людей, если бы все носили маски? Кстати, Всемирная организация здравоохранения говорит даже о цифрах в пять раз меньше, если бы все носили маски. Вал, коронавирус или COVID-19 изменился в том плане, что наши знания и наши, так сказать, представления о нем и в процессе болезни, в процессе заражения и в процессе предупреждения этой болезни меняются, наверное, с каждым днем. Поэтому даже такой простой пример, просматривая информацию о COVID-19 в марте месяце или в апреле, когда мы с вами, я не помню, встречались в первый раз, эта информация была, наверное, раз в десять меньше, чем та информация, которая существует сейчас на интернете и во многих научных публикациях и журналах. В отношении прогнозирования и в отношении того, сколько людей умерло бы, если бы носили маски, если бы мыли руки, если бы стояли шесть футов или двенадцать футов, многие эти модели не оправдали себя. Эти компьютер-дженерейтед моделлс, они имеют очень много проблемных, так сказать, вещей, которые не всегда предсказывают правильно, что произойдет с болезнью, с вирусом. Поэтому я не очень бы сильно обращал на это внимание, на то число, количество людей, которые бы маски могли спасти. То есть никто этого не знает. Это прогнозы и это, как говорят... Это спекуляция уже этим прогнозом. Спекуляция – это Monday Quarter Backing, и поэтому, в принципе, цифры здесь не важны. Маски действительно важны. Вначале доктор Фаучи говорил, что маски носить не надо, сарджент-дженерал говорил, что маски носить не надо. Потом выяснилось, что это было из-за дефицита какого-то масок, или я не знаю, какие у них были, так сказать, мысли при этом. Но, в общем-то, никто не знал об этих масках. Маски в основном носили в Азии, чтобы предохранить себя от загрязненного воздуха, но не от вируса. Доктор, я вспоминаю... Извините, что я вас перебиваю. Я вспоминаю, как главный врач, мы его называем the main surgeon в нашей стране, он сказал, что у нас все хорошо, это было в феврале, 26 февраля, он сказал, что у нас все хорошо, у нас запас 30 миллионов масса. И я тогда... У нас 330 миллионов, о чем вообще говорит этот человек? Ну, он, кстати, до сих пор на должности. Ну, да, должность это политическая, он, в общем-то, может быть, и неплохой человек, но в отношении, так сказать, прогноза и всего я не думаю, что мы должны сильно обращать внимание на эти прогнозирования. Прогнозирования были ошибочные с самого начала и остаются во многих, так сказать, случаях ошибочными. Но маски важны. Вы сказали, что вы, врачи, вообще в целом научное сообщество, вирусологи, иммунологи, врачи, которые ежедневно работают, как вы с этой проблемой, учитесь каждый день. То есть мы можем ответить на вопрос, что с марта изменился подход врачей или не изменился. Потому что мы помним, что вы нам говорили в, это был май, по-моему, начало мая. Так вот, то, что вы нам говорили, то и люди сейчас рекомендуют при болезнях. Мы сейчас к этому подойдем. Давайте начнем по порядку. Если человек испытывает один или несколько симптомов, как кто? Перечислять мне их? Все их уже знают, да? Это кашель, боль в груди, по-моему, температура. Вы лучше знаете. Каковы его действия? Куда звонить? Как изолироваться? Что делать, если заболели все в доме, а не только вы? Окей. В этом плане особых изменений не произошло. Значит, если есть симптомы респираторной инфекции, которые при COVID-19 могут быть такими же, как при гриппе, обычном инфлюенции, при обычном common cold, обычной простуде, несколько вещей надо знать и думать о том, как себя вести. Значит, прежде всего, человек, который испытывает какие-либо симптомы на сегодняшний день, мы должны всегда предполагать, что это может быть COVID-19, хотя часто это не COVID-19, это обычный вирус простуды или common cold, как называется. Человек, прежде всего, должен себя изолировать в плане того, что он не должен уходить из своего дома или из своей квартиры. Как вести себя со своими близкими в доме? Постараться, если есть возможность, быть в отдельной спальне, постараться не есть за одним столом, постараться не обниматься, не целоваться, и не пить, и не есть с одной посуды, не пользоваться одним полотенцем. То есть обычные меры предосторожности при любом инфекционном заболевании. А люди, которые имеют симптомы и люди, которые живут с этим больным человеком, желательно носить маски. Поскольку мы знаем, что респираторные заболевания, в том числе и COVID-19, передается через капельки слюны, капельки секрет слизистых выделений из носа, изо рта, то маска, нося эту маску, тот человек, который носит маску, он прежде всего защищает не себя от того, он защищает других от того, чтобы они заразились от него. Поэтому это очень важно для того, чтобы предохранить окружающих, те, кто живут с тобой, и те, кто не живут с тобой, от того, чтобы они заразились. Можно звонить своему доктору, следить за симптомами удушья, отдышки, боли или стеснения в груди, как вы говорите. Если есть температура, то пить достаточное количество жидкости. Принимать рекомендуют тайленол или асетоменофен, а не айбупрофен, эдвил или олив, потому что нанстероид вроде бы не так хорошо работает при этом, а асетоменофен – это драгов чойс, для того, чтобы снижать температуру. Тайленол обычный, говоря русским языком, пить достаточное количество жидкости. Ну и есть, в общем-то, вещи, которые сейчас рекомендуют, которых мы, в общем-то, тогда не очень знали. В мае, когда мы встречались, которые антиоксиданты, витамины, и мы об этом можем поговорить более подробно, если это кого-то интересует. Скажите, пожалуйста, как определить степень поражения легких, находясь дома? Вот я беседовал с несколькими уже людьми, которые вызывают скорую помощь. Скорая помощь везет их в госпиталь. В госпитале их проверяют на CT-скан. И говорят, you're not bad enough. И они уезжают назад. Как определить этот момент, когда нужно беспокоиться? Неужели нужно ждать, пока ты начинаешь задыхаться? Спокойствие – это хорошо. Ждать, наверное, не надо, пока ты начинаешь задыхаться. То есть люди субъективно знают свое состояние. То есть вы можете посоветоваться своим доктором по телефону. Есть, так сказать, объективный метод для того, чтобы посмотреть, или у вас есть какое-то поражение легких, или нет, проверять насыщение, процент насыщения крови кислородом. Вот я показываю то, что посоветовал мне несколько недель назад приобрести на всякий случай ближе. Вот так вот, чтобы вы видите. Да, да, да. Это палсоксиметр, который на Амазоне продается. И, в общем-то, это очень простая вещь. И если кто-то дома заболел, или вы заболели, то одев этот палсоксиметр на свой палец и включив, нажав одну кнопочку, там будет две цифры. Одна цифра – это будет частота вашего пульса или сердечных сокращений. Вторая цифра – будет процент насыщения крови кислородом. Обычная норма – это больше, чем 92-93%. Если он падает до 90 или меньше 90, то это уже повод для тревоги. Есть люди, у которых насыщение крови кислородом низкое, без того, чтобы они заболели вирусом этим. Это обычно люди, которые имеют хронические легочные заболевания, хронические бронхиты, эмфиземы, курильщики. Люди, которые были, так сказать, coal miners, как это называется, шахтеры. Люди, которые имеют проблемы с легкими за счет профессиональных болезней. Силикоз, асбитоз, грибковые заболевания легких. То есть у них может быть baseline. То есть у них, если в абсолютно нормальном состоянии, может быть этот процент 90. Тогда надо от этого и отсчитывать, если он падает. Вот таким образом вы знаете. Но главное – чувствовать свои симптомы. Боли в груди, тяжело дышать, пройти из комнаты на кухню занимает огромное усилие, и отдышка появляется, частое дыхание падает, вот этот процент насыщения кислородом. Тогда надо ехать в госпиталь. Окей, понятно. Дурацкий вопрос. Допустим, вот на семью одна. Кто-то болеет коронавирусом, заболевает или не заболевает еще другой человек. Но что-то он… Может ли тот же человек свой палец засунуть туда же после коронавирусного больного? Извините, но такое может быть. Вал, такое может быть. Давайте я тогда немножечко отступлю от этой темы. В общем-то, в начале того, что в начале пандемии, когда появился этот коронавирус в марте-апреле этого года, много вышло исследований о том, что он может, скажем, 72 часа находиться на твердой поверхности, 48 часов на дереве, 24 часа на мягких, на полотенце и все. Действительно это так. Так, этот вирус может выжить на каких-то поверхностях. Проблема в другом, что этот вирус обычно, дотрагиваясь до чего-то, очень тяжело передать друг другу. Обычно он передается воздушно-капельным путем. Что вы говорите? Касание, пение, кричание, разговор обычный и прочее. То есть не надо песен? Поэтому песни нужны, но сам собой. Поэтому засунуть палец туда можно. Обычно это спиртовая салфеточка, которую вы можете протереть внутри. Она протирает этот приборчик туда, куда палец ложится, и никаких проблем нет. Поэтому и есть, так сказать, одной из рекомендаций. Мыть руки и не дотрагиваться, если руки не мытые, не дотрагиваться до своих глаз, носа и рта. Потому что это то место, где коронавирус может пройти через листую оболочку и попасть, так сказать, в клетки организма. Я не уловил, вы глаза включили в этот перечень. Глаза, да, да. Глаза, нос и рот, да. Потому что недавно я прочитал, что в пять раз меньше заражаются люди, которые носят очки. Вау, это я тоже не знаю этой статистики. Но, возможно, очки в какой-то мере предупреждают, для того, чтобы эти капельки не попали в глаза. Хотя очки не прикрывают, но во всяком случае они могут какой-то, я извиняюсь. Да, да, это важно. Я должен, ну, это окей, но они позвонят тоже. Очки предокрывают. Поэтому мы носим и один из элементов Personal Protective Equipment это Face Shields. Для поверх маски одевается Face Shield. Это в основном, чтобы предохранить глаза и дать дополнительную немножечко защиту, помимо маски для носа и рта. Вот я у вас в клинике видел, он люди носит. Мы одеваем его обычно тогда, когда мы имеем больного с подозрением на какое-то вирусное заболевание. В клинике мы находимся, к сожалению, в течение 10-12 часов в хирургических масках. Есть у нас пару сотрудников наших, которые тяжело переносят маски, и мы им разрешили одевать Face Shield. Но дополнительно мы имеем Face Shield, когда у нас есть пациент, который садят его, как его не садят, whatever, этого больного заводят в изоляционную комнату. Мы одеваем Face Shield дополнительно к маске на всякий случай. У нас есть три комнаты, которые и консультационная одна комната, которую мы выделили для людей с респираторными заболеваниями. Там, где, так сказать, мы их с них расспрашиваем и обследуем, и потом эти комнаты проходят очистку всякими моющими веществами, для того, чтобы, так сказать, следующий пациент не получил то, что было у предыдущего. Понятно. Более больного заполняют опросник специальный, мы их опрашиваем по телефону, и они заполняют опросник, приходя в клинику, по поводу контактов, по поводу путешествий, которые не очень актуальны сейчас, потому что путешествий стало все меньше и меньше. И опросник по поводу симптомов, которые могут быть подозрительны для этого. Вернемся к нашему перечню вопросов. Что нужно есть во время болезни? Я вот так именно концентрирую на слове «нужно». Нужно. Я вам скажу, что нужно есть хорошую пищу всегда. Во время болезни это просто более, может быть, становится немножко актуально. Пища не должна быть тяжелая. Избегать, естественно, алкоголя, потому что алкоголь может ухудшить, он вызывает обезвоживание и может ухудшить течение болезни. Стараться пить достаточное количество жидкости, чтобы не было обезвоживания организма, поскольку если есть температура, человек может потеть и терять жидкость и соли. Стараться есть много фруктов и овощей, которые вы любите. И легкую, легко перевариваемую пищу, чтобы не загружать свой кишечник. Нужно, чтобы во время болезни работали очень многие органы и системы организма для того, чтобы бороться с этой болезнью. Иммунная система одна из самых главных. Обычно иммунная система поддерживается такими продуктами, которые содержат в себе много антиоксиденсов. Это минералы и витамины. Это чаще всего в фруктах, овощах, соках. То есть стараться поддержать помимо дополнительного приема саплеменс, или как мы называем, всяких нетрадиционных методов лечения витаминами, минералами. Есть пища, которая содержит много этих витаминов, минералов. И не загружать свой кишечник, потому что иначе вся работа организма будет направлена на кишечник, а не на иммунную систему. Да, это понятно. Скажите, кроме этого, этой штуки, которая измеряет насыщение кислородом нашей крови, что еще вы рекомендуете купить? Градусники современные? Да, термометры обычные. Сейчас их очень много, опять же, на Амазоне есть. Они не те, которые надо брать под язык или под мышку. Это термометры, которые touchless. И вы просто как бы измеряете температуру у себя на лбу, не дотрагиваясь до кожи. То есть, абсолютно они чистые остаются и не контаминируются никакими вирусами или другими микробами. Это тоже недорогой прибор, который я советую всем иметь дома. Собственно, больше, наверное, ничего. Иметь маленькую аптечку, которая содержит тайленол. Тайленол. Да. Доктор, нужно ли делать прививку от гриппа? Это был самый популярный, один из самых популярных вопросов. Нужно. Прививки от гриппа я работаю... Не навредят ли они? Не сделают ли они более открытым для инфекции организм? Нет. Значит, в отношении прививок от гриппа я работаю в Чикаго врачом 40 лет. То есть, за 40 лет в моей практике мы сделали тысячи прививок от гриппа. Я советую прививки от гриппа всем своим родственникам, включая детей, их мужей, жен, внуков. Я делаю себе практически каждый год прививку от гриппа. Я уж не помню, когда я не делал ее. Обычно, так сказать, если мы сейчас беседуем на русском языке, то есть, разговор слушает большинство людей, которые из нашей русскоговорящей комьюнити. Русскоговорящая комьюнити не любят прививок, in general, но прививки от гриппа в особенности. Значит, обычно прививка от гриппа – это убитая вакцина, убитый вирус гриппа, вакцина эта сделана. Этот убитый вирус, который достаточно имеет вещества вирусного, RNA – это рибонуклеиновая кислота, которая вызывает выработку антител в организме хозяина, тому, кому дается эта прививка. Значит, выработка антител очень важна, потому что она стимулирует не только эти специфические антитела, которые этот вирус, так сказать, вызывает в выработку, но стимулирует всю иммунную систему. Поэтому мой совет – делать прививку от гриппа обязательно, потому что таким образом вы себя предохраняете от возможного гриппа, который будет в этом году, вероятнее всего. Я думаю, что в гораздо меньших, так сказать, количествах, потому что мы соблюдаем меры предосторожности к ковидом, которые предохраняют нас и от гриппа. Мы носим маски, мы не ходим в бары или в рестораны, которые загружены на 100%. Мы стараемся быть 6 футов от ближнего и от дальнего, и мы будем делать прививки. В этом году мы сделали в районе 500 прививок в нашем офисе, и мы ran out of эти прививки. Мы ждем еще дополнительно, но их сейчас нигде нет. Большие такие конгломераты, как Walgreens, CVS, они имеют их, и я советую всем, кто не сделал, пойти туда и сделать эту прививку. Прививка от гриппа показывает последнее исследование, может, может, возможно, даже защитить вас в какой-то мере от ковида. То есть это нет специфических антител, которые выработаются, но общий иммунный ответ вашего организма будет гораздо лучше после прививки для того, чтобы бороться с ковидом. Поэтому делайте прививки от гриппа, если кто-то имеет аллергию к яйцам или имеет проблемы после предыдущих прививок. Какие-нибудь неврологические могут быть проблемы. Крайне редко, на случай, таким пациентам не нужно этого делать. Или если они... Почему именно яйца? Потому что эта вакцина, убитый этот вирус, выращивается на яичной основе. И люди, у которых аллергия к яйцам, им нельзя делать этих прививок. Очень хорошо, что вы это сказали. Здорово. Это вы, кстати, очень подробно ответили. Людмила, которая, правда, живет в Вискансине, она спрашивает нас о том, что не вступят ли антитела этой убитой вакцины, не станут ли они сотрудничать с вирусом, который с ковидом. Антитела никогда не сотрудничают с вирусом, поэтому они и называются... Антитела. Спасибо. Антитела.